У каждого живого существа на нашей планете есть свой дом, нора, дупло, берлога, пещеры, гнездо. Всего и не перечислишь, а как же человек? Видимо, когда-то люди придумали защищать огонь от ветра ветками и камнями, так появилась первая стена. Но огонь нужно было оберегать не только от ветра, а еще и от дождя. Так возникла крыша. Потом придумали двери, и уже в последнюю очередь в человеческом жилище появилось окно, чтобы смотреть из своего уютного и безопасного дома на мир. У американских индейцев есть поговорка. Бог одинаково научил всех птиц видеть гнезда, но гнезда у всех птиц разные. Так же и с домами. Все люди строят дома, но каждый народ делает это по-своему. Если нам нужен дом для игры, мы быстро сообразим, как его построить. Используем то, что под рукой. Возьмем стол или стул, накинем сверху покрывало, вот уже можно забираться внутрь и играть. Но эти взрослые делают примерно так же. Дома строят из того, что находится вокруг человека, что может дать ему природа в той местности, где он живет. В такой лесной стране, как Россия, дома с древних времен строили из сосны, ели и других деревьев. Название у такого русского дома из бревен – изба. Появилось оно от древнерусского слова «изба» – печка и стопка. В избе два главных места – печь кормилица и напротив нее красный, то есть красивый угол, где висели иконы и стоял обеденный стол. Многие предметы в избе тоже сделаны из дерева – мебель, посуды, игрушки. В деревянном доме тепло и дышится легко. Там, где нет лесов, дома строят из глины. Из этого материала можно сделать жилища любой формы. Например, дома африканской народности Сомба напоминают невысокие башенки, которые устоят при любом ветре. У мускумов хижины из глины с соломой, похожи на конусы, а двери сделаны в виде замочных скважин. Дома народа Басута бывают круглыми, овальными и прямоугольными, но их сразу отличаешь от жилищ других народов по рисункам на стенах. Сделаны они не для красоты. Специальными узорами и знаками хозяева пишут на стенах ледопись своей семьи. Прочитать эти записи никто, кроме жителей дома, не сможет, поскольку у каждого семейства свои собственные знаки и рисунки. Во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии главный материал для строительства – травянистые растения бамбук. Бамбук быстро растет, он легкий и прочный. Из него, как и из дерева, можно сделать все – посуду, водопроводные трубы, мебель, даже ковры. И крыша в бамбуковом доме изготовлена из бамбуковых листьев. А японцы строили дома из рисовой бумаги, конечно, и специальной промасленной. Из нее делали перегородки внутри дома и одну из стен, которую можно полностью убрать. Захотелось полюбоваться на сад? Не нужно выглядывать в окно, можно просто взять да убрать стену. А остальные стены попрочнее, изготовлялись из тонких деревянных планок. Такой легкий дом не причинял жильцам неприятностей в случае землетрясений, которые в Японии бывают очень часто. Сейчас японцы перебрались в современные дома, но традиционные бумажные жилища Минка очень берегут. Есть дома – настоящие непоседы. Они всегда с хозяином, как раковина с улиткой. Кто будет спорить, что это очень удобно? Нужен тебе дом – поставил его. Не нужен – сложил мешок и забрал с собой на новое место. Такой дом должен быть легким, иначе его не перевезешь, и еще он должен просто и быстро собираться. Ученые считают, что именно Чун был самым первым настоящим жилищем, которое придумали люди. Чтобы его построить, нужно только установить прямые длинные жерсти в виде высокого круглого шалаша и чем-нибудь их покрыть, перестой, шкурами, холоком. Яранга – древнее жилье многих северных народов. И сейчас для оленеводов, чукчей, якутов, немцев и их семей она на долгое время становится родным домом. Стада оленей огромные. Они ходят по тундре с пастбище на пастбище, и оленеводы вместе с ними. Перейдут на новое место, поставят шесты, накроют их оленями шкурами. Внутри делают комнатку полок тоже из шкур. Здесь горит огонь, и можно спать. На одну ярангу нужно около 50 шкур. А вот для жителей степей самый лучший дом – юрта. Само это слово переводится как «народ», «родина», «семья», «отчий дом». Юрту строят из деревянных жердей, которые покрывают войлоком. Эту плотную толстую ткань делают из шерсти овец. Войлок не пропускает ни снега, ни дождя. Если жарко, стену можно приподнять и завернуть вверх. Но не только у северных и степных жителей имеется передвижное жилье. Возможно, и у вас есть дом непоседа. Это палатка – младшая сестра переносных жилищ. Жители Крайнего Севера – эскимосы – с собой дом не возят. А зачем, если возле полярного круга очень много строительного материала? Конечно же, вы не найдете там ни деревьев, ни тростника. Глинных камней в Заполярье тоже нет. Зато полным-полно льда и снега. Твердый снег для жилища вырезают большими блоками. Эти гигантские кирпичи укладывают по кругу, сужая круги кверху. В итоге получается что-то вроде большой опрокинутой миски. На много времени и дом под названием «Иглу» готов. Дверь в такой дом расположена в стене или в полу, и через коридорчик можно вылезти прямо на мороз. На улице минус 40, а в «Иглу», если расстелить на полу шкуры и зажечь огонь, можно спать без верхней одежды. Многоэтажные дома люди придумали строить очень давно. Тысячи лет назад люди возводили высокие здания. Правда, древние многоэтажки были не похожи на современные. Окон и дверей на первых этажах у них не было. Здания стояли вплотную друг к другу, так что получалась высокая крепкая стена. Эти дома строили, чтобы защищаться от врагов. Так появились крепости и замки со стенами пятиметровой толщины и высотой до 20 метров. На стенах сверху были зубцы, но это не украшения, а укрытия для защитников крепости. Окон в такой стене не было, а только узкие щели-бойницы, которые можно было закрыть деревянными щитами. Башни у крепостей выступают за стену тоже не ради красоты, а чтобы из них можно было стрелять. В России тоже строили замки, но не только для людей знатных и богатых, а для всех жителей города. Такой замок назывался Кремль. За его стенами во время нашествия врагов могло спрятаться все городское население. Бывало, что людям просто не хватало места даже для строительства обычного дома, и тогда они были вынуждены селиться на крыше у соседа. Друг у друга на крыше сооружали свои жилища североамериканские индейцы. Получался пяти- или шестиэтажный дом, который именуется Пуэбло, что означает по-испански «народ». Чтобы перемещаться с этажа на этаж, жители пользуются приставными лестницами. Большинство людей сегодня тоже живут в многоэтажных домах, и хотя до своих квартир они поднимаются на лифтах, зато соседи теперь селятся не только над головой, но и со всех сторон. Какими только не бывают дома. Дома бывают похожи на ракушки, а бывают как разноцветные коробки. Есть жилища, которые не отличишь от камней и деревьев, а есть словно летающие тарелки. Кто-то живет в доме похожем на слона, корзину или собаку, а другое ни на что не променяет свою пряничную избушку. Дома могут многое рассказать о людях, которые их построили, как они жили, во что верили, на что надеялись, что любили. Но среди множества домов всегда есть самый главный, самый лучший – это родной отчий дом. Он может быть не очень большим и не самым благоустроенным, но только там человек чувствует себя лучше всего, только там ему бывает спокойно и безопасно. В этом доме мы счастливы, потому что он наш. Обойди весь свет и верни свой дом, советуют в Дагестане. Восток ли, запад ли, а дома лучше, подтверждает немецкая мудрость. Свой дом – самое лучшее место, согласно англичане. Потому что в родном доме стены помогают, и семья сильна, когда на дне крыша одна, так говорят в России. Субтитры создавал DimaTorzok